В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия-Африка». Главная тема – технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека. 27 июля на пленарном заседании выступил президент Владимир Путин. Он обозначил ключевые направления сотрудничества. По многим из них с Черным континентом успешно может работать и Тверская область, делегация которой также находится в северной столице. Тверской регион активно развивает сотрудничество с Африкой. Возможное направление партнерства по поручению губернатора Игоря Рудени на саммите обсуждает делегация Верхней Волжи. В ее состав вошли сенатор Людмила Скаковская, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, представители региональных министерств. В четверг стенд нашего региона посетили представители Танзании. Среди направлений взаимодействия – импорт пищевой продукции. В частности, это поставки в Тверскую область винограда и орехов. В свою очередь, африканских партнеров заинтересовал потенциал промышленных предприятий. Я бы хотела отметить о возможном заключении договора между промышленными предприятиями Танзании и России для дальнейшей и более близкой кооперации. На стенде Тверской области представлены промышленные и туристические возможности Верхней Волжи, продукции ведущих компаний. В частности, производители кофе – компания «Милфудс», которая является импортером сырья из африканских стран. В ходе переговоров обсуждались возможности поставки продукции в Тверской регион. Мы договорились о том, что подпишем соглашение о намерениях сотрудничеству, проработаем стоимость доставки зеленого кофе, который нам нужно из Танзании, и в дальнейшем будем уже более детально прорабатывать возможности поставок для нашего завода в Твери. Делегация Камеруна также выразила готовность развивать побратимские связи с Тверским регионом. С этой республикой представители отраслевых ведомств обсудили сотрудничество в сферах туризма и образования. Сенатор Людмила Скаковская уверена, что здесь есть большие перспективы, так как Верхний Волжи на протяжении многих десятилетий принимает в свои вузы африканских студентов. Теперь же работа на данном направлении получит новый импульс. В Горном университете было подписано соглашение о создании консорциума «Недра Африки». В этом консорциуме будут принимать участие все технические вузы России и Африки. И мы не сомневаемся, что наши вузы, там где готовят разных специалистов в любой области, найдут применение и будут сотрудничать. Также в четверг участники саммита из Тверской области приняли участие в разговоре, посвященном поиску новых логистических маршрутов России-Африка. В планах участие в работе других открытых площадок, среди которых кооперация в области науки и технологий, комплексная безопасность и суверенное развитие, экономика нового мира, гуманитарная и социальная сфера вместе к новому качеству жизни, а также многих других.